В голливудских фильмах поединки гигантских ящеров проходят весьма эффектно и очень правдоподобно. Среди участников сражения всегда есть как победители, так и проигравшие. Действия фильма могут разворачиваться как на открытых пространствах, так и среди лесного массива. Зрители с замиранием сердца наблюдают захватывающий сюжет с кровавыми, леденящими кровь сценами в серии фильмов «Парк Юрского периода». На самом же деле, схватки древних ящеров были похожи на сумбурные беспорядочные бои, которые длились непродолжительное время. К примеру, поединок между голодным тираннозавром и трицератопсом можно смело назвать боем без правил. Участники битвы действовали по принципу — убить противника, либо умереть самому. Для того, чтобы одержать победу в неравном бою всем представителям эпохи динозавров, необходимо иметь определенные навыки и сноровку. В качестве мощного смертельного оружия у хищных динозавров были острые зубы и длинные когти, а у их травоядных собратьев была броня и мощные хвостовые дубинки. Другие же ящеры были наделены острыми рогами и утолщенными черепами, чтобы вступить в схватку с неприятелем и достойно отбить атаку противника. В нашем сегодняшнем выпуске мы расскажем про основное смертельное оружие динозавров, и самые эффективные средства защиты от него. Но прежде чем мы начнем, обязательно подпишитесь на наш канал Эпоха динозавров, оценивайте наше видео лайком и, конечно же, пишите свое мнение в комментариях. Итак, начнем с наступательного оружия древних ящеров. Огромные острые зубы. Безусловно, что одним из самых опасных динозавров был тираннозавр Рекс, ведь это был довольно крупный хищник, которого часто называют королем эпохи динозавров. Тирекс имел большие и очень острые зубы, а в совокупности с мощнейшим укусом это был поистине хищный монстр своего времени. В период юрского и мелового периода существовали и другие хищные рептилии, которые зачастую могли не уступать тирексу. Такие динозавры, как гигантозавр и аллозавр, также имели большие острые зубы. Они, как гепарды или большие белые акулы, наносили молниеносные и нередко смертельные укусы своим жертвам. Они хватали свою добычу за шею или кусали жертву за живот, причиняя тем самым невероятную боль и страдания. Когти. У некоторых хищников того времени на передних лапах были огромные когти. К таким ящерам относится Барионикс, который без особых усилий рубил свою добычу на куски. Его мощные когти позволяли какое-то время удерживать жертву в крепких объятиях, не оставляя ни единого шанса на спасение. Зрение и острый нюх. Самым зорким хищником мезозойской эры можно назвать Траодона. Ящер был небольшого размера, примерно ростом с человека. Благодаря бинокулярному зрению он отлично видел в темноте. Вдобавок у ящера превосходно было развито чувство обоняния. Свою потенциальную жертву он мог учуять за несколько километров. Также без труда Траодон определял местонахождение своих мертвых сородичей по зловонному запаху их разлагающихся трупов. Мощь. Многие тераподы, такие как тираннозавр, по телосложению очень напоминали таран. У них была огромная голова, толстое туловище и мощные задние лапы. Когда такой хищник выходил на охоту, помимо смертельного укуса, мог внезапно атаковать жертву массой своего тела и запросто свалить ее с ног. Ошеломленный и плохо соображающий травоядный гигант не успевал прийти в себя и в это время терапод наносил свой смертельный укус. Скорость. Высокий скоростной режим являлся бесспорным преимуществом как для хищников, так и для их добычи. Травоядные ящеры-орнитоподы, которые часто становились потенциальной добычей тираннозавров и прочих хищников, бегали гораздо быстрее преследователей, поскольку имели небольшую массу тела. А тучные ящеры обычно быстро выдыхались во время этой безумной гонки и нередко оставались без обеда. Тошнотворный запах из пасти. Вы можете не принимать это всерьез, но палеонтологи полагают, что зубы некоторых видов ящеров имели необычную форму, благодаря чему между зубами застревали клочки пищи. Гниющие остатки плоти со временем источали неприятный запах. В процессе гниения мяса во рту активно размножались микробы. После нападения на очередную жертву и нанесения ей несмертельного укуса в организм жертвы проникала инфекция. Раны не заживали, начиналась гангрена. Болезнь стремительно распространялась и спустя несколько дней травоядный ящер погибал. Мертвую тушу тут же съедали другие хищники, находящиеся на тот момент неподалеку. Теперь поговорим о средствах обороны доисторических животных. Хвост. Обладателями самых длинных хвостов являлись заурподы и титанозавры. В основном хвост был инструментом для сохранения баланса, а также для своего рода регулятором температуры тела в жаркую погоду. Бытует мнение, что некоторые ящеры пользовались хвостом в качестве мощного орудия, оглушая жертву сильными ударами. Если силы были неравны и на пути попадался более крупный динозавр, они отбивали атаку хвостом. Таким приемом регулярно пользовались анкилозавры. Броня. Обладателями защитной брони были анкилозавры. В неравной схватке с противником, когда отступать было некуда, они специально падали на землю. Чтобы расправиться с жертвой, нападающему необходимо было перевернуть добычу на спину, что удавалось далеко не всегда. Ведь чтобы утолить голод, иного выхода у хищников просто не было. Масса тела. Несмотря на внушительный вес, заурподы и гадрозавры, даже сбившись в стаю, не особо рассчитывали на победу схватки с многотонным хищным динозавром. Хищник чаще всего выбирал более легкий путь, и с большой охотой нападали и поедали молодняк. Неудивительно, что из одной кладки, где изначально находились 20-30 яиц, отложенных самкой травоядного гиганта, до совершеннолетнего возраста, доживали считанные единицы. Черепа. Некоторые виды динозавров имели своеобразное строение черепа и успешно использовали голову в качестве орудия убийства. Среди них пахицефалозавры, у которых на голове было своего рода утолщение, которое они активно использовали для защиты или нападения. Чаще всего это происходило, когда представитель этого семейства отбивался от нападающего хищника или боролся за право доминирования в стаде в брачный период. В этом видео мы рассказали про самые смертельные инструменты для охоты динозавров и как травоядным гигантам удавалось от них защищаться. Если вам понравилось это видео, то ставь лайк и подписывайся на наш канал, чтобы в будущем увидеть еще много новых интересных видео. Переходите по ссылкам на экране, чтобы посмотреть другие интересные выпуски от нашего канала Эпоха динозавров.